В этом уроке мы рассмотрим пример оформления документов с использованием списков. Откройте файл «Образец список». Посмотрите, здесь часть текста оформлена в виде списка. В данном случае элементы списка обозначены маркером, здесь элементы обозначены цифрами. Ниже достаточно сложный список, он содержит вложенные списки. Создадим такой же документ. Нажмите кнопку «Создать» на панели быстрого доступа. Первое, что нужно сделать, это напечатать текст документа без форматирования. Наберем текст до первого списка. «Директору цирка» и так далее, заявление и первое предложение. Теперь начинается список. нажимаем кнопку «Маркеры» в верхнем меню на закладке «Главное». Теперь мы можем написать первые элементы списка. Нажимаем клавишу «Энтер». Чтобы перейти к стандартному оформлению текста, еще раз нажмите «Энтер» и продолжите набирать текст. Теперь нам нужно перечислить несколько предметов и пронумеровать их. Для этого нажмите на экране кнопку «Нумерация». Мы можем выбрать разные типы нумерации, сейчас выберем обычные цифры с точками. и можем напечатать первый элемент списка. Нажимаем клавишу «Энтер» и печатаем второй элемент. Чтобы выйти из оформления списка, можем также нажать клавишу «Энтер». Пишем следующий текст. Здесь мы хотим создать сложный список с подпунктами. Для этого можно воспользоваться либо кнопкой «Многоуровневый список», либо кнопкой «Нумерация». Нажмем на стрелочку рядом с кнопкой «Нумерация» и выберем «Оформление для основного списка». Допустим, это будут цифры со скобками. Начинаем печатать список. После первого элемента нажимаем клавишу «Энтер». Чтобы перейти во вложенный список, нужно нажать на экране кнопку «Увеличить отступ». Мы также можем выбрать тип оформления для этого вложенного списка. чтобы это сделать, нажмите снова на стрелку рядом с кнопкой «Нумерация» и выберем, например, «Оформление» буквами со скобками. Для этого нужно будет щелкнуть левой кнопкой мыши на этом варианте и можем писать первый элемент вложенного списка. Чтобы вернуться к основному списку, нужно нажать на на экране кнопку «Уменьшить отступ». Для перехода во вложенный список можем нажать на клавиатуре клавишу «Tab». «Энтер», снова клавиша «Энтер». Для возврата в основной список можем использовать сочетание клавиш «Shift-Tab». Для перехода в дополнительный список нажмем клавишу «Tab». Чтобы выйти из списка, можно еще раз нажать на клавиатуре клавишу «Энтер». Осталось допечатать одно предложение и поставить дату. Теперь после того, как мы набрали весь текст документа, можем выполнить его форматирование. Выделим шапку документа и установим отступ слева 10 см, например, с помощью маркеров на линейке. Также обнулим значение интервала после абзаца. Нажмите на тексте правую кнопку мышки, выберите «Абзац» и в разделе «Интервал» установим значение интервала «После», «Ноль». Поменяем размер шрифта во всем тексте. На закладке «Главное» найдите кнопку «Выделить», выберите вариант «Выделить все» и установите размер шрифта 14 пунктов. Можно снять выделение с текста. Для слова «Заявление» установлен размер шрифта 18. Также для этого слова выполнено выравнивание по центру строки. Можем добавить пустую строку после шапки документа. Для этого нужно установить курсор в конце шапки документа и нажать клавишу «Энтер». Дата выровнена по правому краю. Устанавливаем курсор на строчку с датой и выбираем выравнивание по правому краю. Можем перед датой добавить несколько пустых строк. Для этого нужно установить курсор перед датой и несколько раз нажать клавишу «Энтер». Теперь хочу снова обратить ваше внимание, что мы всегда можем поменять внешний вид списка, который мы уже создали. для этого нужно выделить все элементы списка и выбрать любой другой маркер. Сохраним этот файл в рабочую папку. Для этого выберите кнопку «Офис». Здесь «Сохранить как», «Документ Word». Название файла «Список». Слева выбираем «Рабочий стол», «Работа с текстом», «Сохранить». После этого можем закрыть наш файл и можем закрыть файл-образец. В этом уроке мы рассмотрели порядок создания документов с использованием списков. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...